Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Отмена рейсов в Китай, проверки международных пассажиров. В Самарской области усилен противоэпидемический режим. Когда счет идет на минуты, сотрудники ГАИ помогли роженицы добраться от мехзавода до роддома на другом конце города. Наладить связь с Роскосмосом. Губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы самарских студентов. В Самарской области принят план по противодействию завоза опасного коронавируса из Китая. Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров. Такое поручение дал регионам председатель правительства России Михаил Мишустин. В Самарской области эта работа уже проведена. Глава региона подписал план санитарно-противоэпидемических мероприятий, который по его поручению разработал региональный Минздрав и управление Роспотребнадзора по Самарской области. Усиление режима коснется торговых центров, вокзалов, аэропорта. Как теперь встречают пассажиров в Курумыче, узнала Лариса Шлафаст. В Самаре введен усиленный санитарный контроль. Губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление. Сразу после прилета в Курумыче всех пассажиров дважды проверяют с помощью тепловизоров, которые показывают повышенную температуру тела. Особое внимание гостям из Индии и Китая. Каждый пассажир дважды проходит под нашими тепловизорами. В случае выявления больных с повышенной температурой, измеряется температура обычным электронным термометром, вызывается врач из здравпункта аэропорта, который осматривает больного и ставит ему диагноз или снимает диагноз. Ни одного случая заражения новым коронавирусом в Самаре не зарегистрировано. Пассажиры признаются, об экзотической инфекции слышали, но она их не пугает. Я не боюсь. Надо закаляться, заниматься спортом, питаться правильно и все. Не пить алкоголь. И никакие вирусы тебе не страшны. Все же меры предосторожности не повредят, предупреждают медики. По официальным данным число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубей. Эпицентре вспышки превысило 100 человек. Общее число заразившихся достигает нескольких тысяч человек. Врачи говорят, симптомы нового вируса очень похожи на ОРВИ. Поэтому путешественники, которые недавно вернулись из стран, где зарегистрировано заболевание, при первых симптомах должны сразу обратиться к врачу. Пациент должен прибыть из стран неблагополучных по данной инфекции и иметь признаки ОРВИ, банальное ОРВИ, то есть повышение температуры. В частности, для этой инфекции характерна отышка, боли за грудиной. Вот это у нас уже должно насторожить на новую коронавирусную инфекцию. В Министерстве натурохранения проводятся мероприятия, направленные на изучение и подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечению новой коронавирусной инфекции, а также мерам собственной безопасности. И подготовки медицинских организаций и, прежде всего, госпитальных баз для приема таких больных, госпитализации, изоляции, лабораторной диагностики и лечению новой инфекционной коронавирусной инфекции. Россиянам рекомендовано временно отказаться от посещения Китайской Народной Республики, а также стран, где зафиксированы случаи заражения. В целях безопасности советуют пока воздержаться от заказов товаров из Китая. Лариса Шлафаст, События. Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на назимное обслуживание, пишут федеральные СМИ со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот». Представитель «Победы» отказался комментировать эту информацию. Согласно зимнему расписанию, которое действует до 31 марта, «Победа» летает из Ростова-на-Дону и Самары в Москву и Санкт-Петербург. По словам источника, изначально в летнем расписании эти направления планировалось сохранить. Кроме того, «Победа» планировала добавить рейс из Самары в Сочи. Как пояснила пресс-служба аэропорта Курумыч, ранее для «Победы» действовала программа скидок, которая предоставляется авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. «Победа» перестала выполнять условия в последний год. Решение «Победы» закрыть рейсы нельзя назвать эффективным шагом. По мнению пресс-службы аэропорта, выпадающие рейсы «Победы» в короткие сроки заместят другие авиакомпании. Добраться за 15 минут. Роженица Алине Бикаевой нужно было успеть в роддом на аэродромной с другого конца города. Задача, на первый взгляд, казалась невыполнимой, но на помощь пришли инспекторы ГИБДД. Успешно ли закончилась эта спецоперация, расскажет Елена Нижегородцева. Алина Бикаева собиралась в роддом только через неделю, но судьба распорядилась иначе. Почувствовала резкую боль в животе. Счет мог идти на минуты. Пробки, снег, ехать далеко. Из крутых ключей в роддом кардиологического диспансера на аэродромной. Малыш мог появиться на свет в любую минуту. Решение пришло быстро. Проезжая патрульный пост на 23-м километре, обратили их к сотрудникам ГИБДД. Попросили сотрудников ДПС с поста. Они нам помогли очень сильно, не отказали. Закрыли пост, сели в машину и без проблем сказали, за нами езжайте. Огромное спасибо. Так как мы живем в Кошелеве, это у нас хоть далеко, и нам надо было именно в эту больницу ехать. Муж остановился и сказал, что надо попросить помощи сотрудников. Если бы не они, мне кажется, исход был бы другой. В машине рожать не пришлось. Хотя и на этот случай у сотрудников полиции есть четкая инструкция. Помогут и малыша принять, если нужно. С поддержкой патрульной службы роженицу доставили в больницу за 15 минут. И уже через 2 часа на свет появился малыш Артем. Вес почти 3,5 килограмма, рост 50 сантиметров абсолютно здоровый. На выписку благодаря родителям пригласили сотрудников ДПС. Полицейские признались, что в ту ночь волновались не меньше будущих родителей. Случаи подобных сопровождений нередки. В прошлом году летом они также помогали роженицам доехать до роддома. То же самое. Пробки, то есть только на посту на Сухой Самарке. Тоже пробка была в город, подъехали. Ну там уже, мы когда приехали, через 10 минут ребенок уже появился. Мы уже заносили, как бы там уже все началось. Полицейские пришли не с пустыми руками. Подарили родителям детское автокресло. Залог будущей безопасности малыша. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров, События. Областное правительство поддержит разработки самарских студентов. На встрече, приуроченной ко дню российского студенчества, которую провел губернатор Дмитрий Азаров, звучали самые разные предложения. Сегодня у молодых ученых большие возможности для творческой самореализации. Этому способствует и нацпроект образования, который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. И важно, чтобы талантливые люди оставались работать на своей малой родине. Олег Зверев тоже ознакомился с проектами. Очередной пуск на форуме Сиспейс стал триумфальным. Команда студенческого КБ Самарского университета представила во Франции новую малую ракету. Среди своих зарубежных конкурентов они единственные из России. В этом году молодые инженеры вернулись домой с победой, став лауреатами премии Национального космического агентства Франции. За рубежом есть куча программ, программ поддержки развития такой студенческой деятельности в области малоракетной техники и спутникостроения. И в рамках которой Национальное космическое агентство либо какие-то крупные предприятия аэрокосмической отрасли, они взаимодействуют с инженерскими командами, с университетами и реализуют какой-то один достаточно крупный проект. В России пока такого сотрудничества нет. Помочь наладить взаимодействие с Роскосмосом команда инженеров попросила главу региона. Я уверен, что мы и в Роскосмосе найдем поддержку и найдем поддержку на наших предприятиях. При этом важно, чтобы не только этот проект, но и многие другие получили поддержку. Промышленность и наука должны взаимодействовать. Это необходимо как предприятиям, так и учебным заведениям. Сегодня в Самарской области обучаются порядка 170 тысяч студентов. Многие из них заняты не только в учебной, но и в научной работе. Регион занимает третье место в стране под темпом социально-экономического развития. От молодых, энергичных и талантливых людей зависит, как будет дальше. Эти изменения, которые в регионе происходят, может быть, опережающими темпами по сравнению с другими регионами, они становятся заметны и на федеральном уровне. И президент отмечал динамику развития региона, как вы знаете, на крупнейшем международном экономическом форуме нашей страны в Санкт-Петербурге. И знаете, это важно еще почему? Потому что, во-первых, молодые и талантливые ребята очень, надеюсь, тоже за этим следят и понимают, что будущее у Самарской области очень и очень серьезное. И перспектив здесь много. И будут здесь оставаться, на родной земле. По словам главы региона, сейчас в стране созданные условия для обучения студентов на порядок выше, чем было в 70-е, 80-е и 90-е годы. Работает целый ряд образовательных программ, которые помогают в самореализации. И от студентов общество ждет активного участия в решении самых разных вопросов. Победитель в номинации Гран-при студент года 2019 Антон Уваров, студент энергетического колледжа, предложил создать медиа-центр для сохранения исторического наследия города. Проект, он, кстати, уже обкатан немножечко и вышел в финал конкурса «Доброводец России». И среди 28 тысяч заявок он пошел в топ-10. Губернатор идею поддержал, отметив, что такая работа уже идет. Создается электронный архив военных памятников. Звучали и другие вопросы и предложения. В частности, для студентов аграрного университета один из самых острых вопросов – транспортные. Ездить из Самары в Усть-Кенельске обходится очень дорого. От площади Кирова, нашего города, до поселка Усть-Кенельске стоит 70 рублей. Если же, например, расстояние больше, то там, например, стоимость может доходить до 100 рублей. Это только в один конец. Поручение решить вопрос дано профильному министерству. То же самое касается и других озвученных проблем. Ни одна из них не останется без внимания, уверил студентов-губернатор. Все-таки это молодые и амбициозные люди. Максималисты, которые готовы сделать все, чтобы жизнь становилась лучше. И это надо поддерживать. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. В Самаре прошло расширенное заседание региональной общественной палаты, на котором обсудили вопросы подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Герой Советского Союза и почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин предложил Дмитрию Азарову разработать памятки для классных руководителей, в которых будет содержаться информация о Великой Отечественной войне. О том, с чего она началась, как развивалась и чем закончилась. А также разместить в ней текст песни «Священная война», чтобы дети могли исполнять ее во время уроков памяти. «Надо провести акцию по Самарской области, чтобы во всех классах провести урок памяти. Для этого, Дмитрий Игоревич, я прошу вас дать указание нашим профессорам и особо для Министерства образования в Самарской области разработать памятку для классного учителя». Владимир Иванович, спасибо вам большое за ваши конкретные предложения, за то, что это идет от души, из глубины вашей души, души ветерана, воина-победителя. Спасибо вам большое. Обязательно мы эту работу организуем, никаких сомнений нет. Кроме того, Владимир Иванович обратил внимание на медицинское обслуживание ветеранов. По его мнению, оно не должно быть формальным. Врачи не должны решать проблемы со здоровьем участников войны по телефону. Последнее предложение, которое озвучил Чудайкин, касалось музея на Беземянке. Он предложил создать выставочный комплекс трудовой славы и доблести. Дмитрий Азаров поддержал все инициативы, озвученные Владимиром Ивановичем. К их реализации приступят в самое ближайшее время. Более подробную информацию об этом событии смотрите в наших следующих выпусках. Самарскую Беземянку и благоустроят к 75-летию Победы. Об этом говорили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. В годы войны здесь ковали оружие Победы. Например, строили легендарные штурмовики Ил-2. Готовится праздничное оформление улицы Победы. Кроме того, как только позволят погодные условия, начнутся работы по благоустройству аллеи трудовой славы и парка металлургов. В частности, отремонтируют асфальтовое покрытие, тротуары, где необходимы фасады домов. Особое внимание ветеранам войны. Сейчас районные власти обновляют списки и выясняют, какая им сейчас требуется помощь. Кроме того, в домах, где живут ветераны, будут отремонтированы подъезды, если это понадобится. На улицах города также планируется установить стопиарные фигуры с патриотической символикой. В настоящее время согласовывается их внешний вид и места расположения. Это, еще раз повторяю, реализация плана, который поставил губернатор. И это сквозная вся подготовка к празднованию 9 мая, она будет полностью протекать под этим, будем говорить, флагом или под Дня Победы 75-летий весь 20-й год. Сохранить наследие чемпионата мира Елена Лапушкина поручила главам районов проверить состояние домов и пешеходных дорожек, которые находятся на гостевом маршруте. Когда в Самаре начнут ремонтировать здания в центре города, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Подкрасить фасады, восстановить лепнину и заменить треснувшую тротуарную плитку. В феврале в Самаре проверят состояние домов и пешеходных дорожек, которые находятся на гостевом маршруте. Елена Лапушкина поручила главам районов зафиксировать все замечания, связанные с наследием Мундиаля. Показано, да, у вас основное понимание. Кто подрядчик, когда заходит, когда останавливается район. И, кто же хочу, на то, не уважаемый глава, он, может быть, не останавливается достигнутом, а территорию расширяем. Мы немножко уходим в гостевых маршрутах и смотрим, все прилегает здесь. Из 314 домов, которые находятся на гостевом маршруте в Самарском районе, специально к Мундиалю привели в порядок более сотни. Для этого представитель городских властей привлекли к работе собственников, инвесторов и фонд капремонта. Спустя полтора года у нескольких зданий появились сколы на фасадах. На это обратил внимание глава района Роман Радюков. Усадьбу Жуковых на Ленинградской 46 отреставрировали в 2018 году. Недавно с балконов осыпалась штукатурка. Подрядчик должен восстановить дефект весной с наступлением теплой погоды. Нарекания есть и по ремонту гостиницы, которая располагается напротив усадьбы. Здесь тоже необходимо восстановить фасад. Справедливость ради хочется отметить вот этот дом. Его тоже делали подрядчики фонда капитального ремонта. Сделан он, в принципе, без каких-то замечаний и качества сохранен. Но до сих пор, я думаю, что он постоит еще года. Роман Радюков рассказывает, тротуарная плитка на улицах Куйбышева и Ленинградской уже пережила две зимы. Серьезных нареканий к ее состоянию нет. Здесь вот мы видим плитку. Плитка по большому счету сохранилась тоже без нареканий. Есть маленькие недочеты, но их местно будем устранять при наступлении теплого времени года. Видно, что плитка довольно-таки ровная. По словам местных жителей, город заметно преобразился после чемпионата мира по футболу. Улицы стали чище, а дома ярче. Мне нравится, мне кажется, что очень преобразился. Стало намного чище. Отремонтировали дороги очень многие. Но не только центр преобразился, окраины тоже, например, 18 километров. Колоссально преобразился, на самом деле. Все такое стало приятное, чистое. Гулять очень интересно, потому что много каких-то новых скульптур появилось, украшений. Сейчас мы довольны. Мы довольны, многим довольны. И все это видят. У меня брат приезжал с Горького. Тот вообще удивлен был нашему городу. Все замечания, которые будут связаны с состоянием домов, дворов и пешеходных дорожек, должны устранить до осени. Подрядчик приступит к работе уже весной. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Игорь Шамин, которого хотели посадить за кражу шоколадок, на свободе. Сейчас парень учится и мечтает стать хорошим адвокатом. Встать на правильный путь он смог, и благодаря вмешательству депутату Госдумы Александра Хинштейна. Как сейчас живет Игорь, узнала мэри Елчан. Дед дома ведь Игорь Шамин – герой множества публикаций в региональных и федеральных СМИ. Прославился он тем, что получил реальный срок за кражу упаковки шоколада в магазине. Общественность была возмущена. Правда, позже выяснилось, что в момент кражи Игорь уже отбывал условное наказание за другие преступления. Кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Поэтому преступление, после которого многие могли бы отделаться административным штрафом, привело его за решетку. В октябре прошлого года суд приговорил Шамина к двум годам и семи месяцам колонии общего режима. Резонансная история вызвала массу вопросов у жителей Самары и депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он направил запросы о проверке обоснованности и законности статьи, чтобы смягчить наказание. По настоянию депутата прокуратура опротестовала приговор Игорю Шамину. В итоге реальный срок обернулся для Шамина условным. Он получил два года и 300 часов обязательных работ. К тому времени Игорь провел в СИЗО восемь месяцев. Сегодня Шамин пришел к депутату, чтобы рассказать о своих планах на будущее. Мне понравился Игорь. Человек думающий. Мне кажется, что испытания пошли ему на пользу. Он хорошо говорит. Видно, что мысль. Видно, что глаза у него думающие. Ну и все он правильно для себя оценивает. Я очень надеюсь на то, что этот печальный опыт для него станет наукой и уроком на всю жизнь. Игорь уже отучился на пекаре. Теперь осваивает профессию монтажника. После окончания колледжа планирует поступить на юридический факультет. Говорит, увидел работу адвоката в действии и теперь тоже хочет помогать тем, кто сошел с правильного пути. Пока он живет в общежитии, но совсем скоро получит собственное жилье. Уверен, с криминальным прошлым покончено. Я ушел от своей компании. Ни с кем не общаться, ни с дружиной, ни приписываясь. Вообще не поддерживаю отношения. Это очень, на самом деле, помогло мне. Потому что я раньше был ведомый человек, легкодоступный, но в плане общения. А сейчас нет. Я больше людей видеть насквозь стал и понял, что для меня лучше, а что нет. Депутат Госдумы встретился и с другими жителями города. Александр Хинштейн провел прием граждан. В основном самарцы жаловались на работу ЖКХ, фонда капремонта и злополучных пивных. Александр Хинштейн пообещал каждому вопросу уделить особое внимание. Мэри Илчан Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других темах дня. Самарское подразделение Интерпола смогло установить местонахождение подозреваемого в крупном мошенничестве. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Сергея Курлыкова. Напомним, гендиректор ЗАО ЭДС Сергей Курлыков является главным фигурантом уголовного дела о двойных продажах квартир в доме номер 165 по улице Самарской. Его жертвой едва не стала вдова артиста Игорь Амелина. Однако ей удалось отстоять свои права в суде. А вот к нескольким семьям не повезло, их выставили на улицу. Такая ситуация произошла из-за того, что дом строили две фирмы, которые и квартиру продавали в нем одновременно. Поэтому часть недвижимости оказалась продана дважды. Трагедия на железной дороге в Самаре. В 7 часов на третьем километре седьмого пикета перегона Самары-Безымянка под колеса электропоезда угодил 63-летний мужчина. Он переходил пути в неположенном месте и его задел электропоезд. Пострадавшего сразу же доставили в больницу. По предварительным данным мужчина получил перелом ребер и рваную травму правой ноги. Машинист электропоезда подавал ему звуковые сигналы, но тот на них не отреагировал. Как выяснилось позже, пострадавший глухонемой. Транспортная прокуратура проводит по факту случившегося проверку. В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой скорректируют схему движения. Ее решили изменить после многочисленных жалоб граждан на аварийность перекрестка. На этой неделе будет разработана схема движения. В ГИВДД говорят, что в новой циклограмме исключат желтый сигнал светофора после красного, что должно предотвратить преждевременное начало движения и выезда на перекресток. Напомним, что ранее проблему частых аварий на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой уже пытались решить. Специалисты установили на светофоры дополнительные секции для поворотов, но ситуация с ДТП поменялась не сильно. Как сделать Самарское метро популярнее? Этим вопросом задался городской департамент транспорта. На своем сайте он опубликовал опрос на эту тему. Вариантов ответов несколько. Нужны ли новые линии метрополитена? Нужны ли подвозные маршруты к метро? Нужна ли гибридная маршрутная сеть с участием существующих станций? Проголосовать за понравившийся вариант ответа можно по ссылке, указанной на экране. Узники немецких лагерей смерти в воспоминаниях родственников и в архивных документах. В Самаре прошла акция, посвященная трагической памяти Холокоста. На ней побывал наш корреспондент. Это фотографии малолетних узников в концлагере Аушвиц или по-другому Освенцима. Никому из них не удалось пережить заключение. С историями этих детей ученики 42-й школы познакомились в Кракове благодаря архивным документам израильского мемориала. Фотографии отбирали для церемонии памяти жертв Холокоста, которая прошла в этом городе. А сегодня их представили на вечере, также посвященными этой трагедии. Его провели в 42-й школе. Когда мы уже распечатали эти фотографии, девочки и мальчики подходили, узнавали детей, судьбой которых они занимались. И говорили, ой, это моя оруженочка, ой, а это моя милочка. То есть дети очень прониклись. На вечер пришли и те, чьи семьи затронула эта трагедия. Восстание в лагере смерти Собибор. За годы войны это один из немногих таких успешных бунтов. Из тех, кто сбежал из лагеря, выжило лишь несколько десятков человек. Отец мало что говорил о лагере смерти. Эта тема для него была очень больная. Но мы просыпались порой ночью от страшных криков. Война присутствовала в жизни ночью. Освенцим был освобожден 27 января 45-го года советскими войсками. С тех пор каждый год в эту дату проходит Международный день памяти холохоста. Организаторы акции говорят, важно, чтобы дети знали и помнили эти события. Важно, чтобы эта история была честной, правдивой и дети об этом помнили. Просвещенная Европа допустила такое. В этом катастрофа. Катастрофа человеческого гуманизма на тот момент. Поэтому сейчас очень важно показывать детям, которые видят уже в основном виртуальные какие-то образы, показывать настоящих детей, настоящая судьба, настоящий героизм. В нашей школе уделяется большое-большое внимание этой теме. Дети изучают, понимают. Причем мы их не заставляем. Они сами хотят узнать больше. Вечер стал одной из акций, которая проходит в Самаре в годовщину 75-летия Победы. Скоро здесь же пройдет семинар, также посвященный событиям, связанным с холохостом. Сергей Кизоркин, Семен Безгенов, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!